МОСТ ТРАНСПОРТНЫМИ У нас к вам будет просьба огромная предоставить график уборки и вообще как происходит у вас, вы выпускаете на рейс транспорт, я сейчас покажу фотографию, это не первый раз мы скидываем эту фотографию, то есть вот она выезжает с вот такой дыркой в полу. Как показывает мониторинг обращения в Добродел и в социальных сетях, некоторые жалобы зависят исключительно от вашей способности перевозчиков организовать работу непосредственно с персоналом. И по многим маршрутам просто необходимо разработать правильное, комфортное, полноценное расписание. Жители округа жалуются, с отказом в безналичной оплате проезда сталкиваются регулярно. Стоит ли говорить, что переводы по номеру телефона в большинстве случаев идут мимо кассы предприятия перевозчика? По словам генерального директора АО МОСТ ТРАНСАВТО, в ближайшее время эту проблему решат, доработают и график движения. Я вас прошу, в неделю подготовить новое, ну с администрацией вместе, это просьба, новое расписание, которое позволит регулярность уже повысить 85%. Потому что 62% регулярности, я думаю, наверное, вы здесь подтвердите, это может быть только связано с плохим расписанием. Потому что систематические пробки одинаковые, невозможность доехать за 10 минут до точки. Да, то есть это как бы совместная работа, мы сейчас дадим предложение, чтобы мы вот эту ситуацию, вот из быстрых решений будет два вот этих решения. Значит, я обязуюсь приезжать к вам раз в месяц, и раз в неделю не могу, извините, просто у меня 60 баз, раз в месяц я буду у вас, значит, буду проверять, как работает база, вот недалеко находится. По поручению главы муниципалитета, руководители крупных предприятий-перевозчиков будут лично приезжать в Звенигород для контроля ситуации. В течение недели скорректируют расписание, учтя пожелания жителей, постепенно проведут и обновление автопарка. По словам Андрея Иванова, если нарушения будут повторяться, в отношении перевозчиков и водителей последуют жесткие санкции.